всем привет с вами ted и сегодня мы будем говорить о микро а микро за протосов микро за каждого юнита ну или почти каждого том микро которое может вам пригодиться во время игры и собственно реально полезные штуки если оказался контент полезным обязательно ставьте лайк обязательно ставьте коммент какой момент вам больше всего понравился какие микро штучки вы не знали опишите мне интересно просто что вы знали что вы не знали что умели что не умели а также обязательно не забывайте опять же поставить колокольчик потому что ближайшее время будет выходить много классного контента по протосов против каждой расы ну что мы перейдем к делу начнем пробка наш самый первый нет пробка что она умеет что и нужно уметь делать нужно ли знать что пробка наши рабочие если мы нажимаем на минерал проходит насквозь всех юнитов это важно а если мы ставим газ к примеру мы можем попросить наших пробок пойти на минерал потом на газ потом на минерал потом на газ и наши рабочие превратятся как будто в одного рабочего особенно если будет нормальная игра не эта карта там можно прям сделать одного рабочего но это из таких штучек зачем это делать к примеру вы можете взять три рабочих соединить их в одного с помощью этого трюка здесь просто не сяне немножко по-другому ведут не так как нужно скажем так вот и они будут бежать если вы нажмете на минерал к врагу и вот в какой-то момент один из рабочих уйдет то есть так вы вы можете сделать вид что у вас с базы выходит одна пробка а на самом деле две и поставить конец прокси вот еще из полезных трюков это если вы нажмете правой кнопкой на своего юнита и нажмете hold position вот кнопочка hold а вы видите ну справа внизу то есть именно hold то ближние юниты не смогут атаковать то есть таким образом зилат через атаку пущены будет бегать и не знать что делать так вы можете в какой-то момент спасти своих ключевых юнитов сделать из полезного зазилка что нужно знать то что сделать делает две атаки это наверно самое важное что нужно понимать о том что если вы пытаетесь не крить армии в которые зилки ей лучше дать драться потому что вот мы заберем у него чаш вот смотрите зилат получается идет и бьет раз-два 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 именно в такой последовательности если же вы ему будете мешать он может нанести только одну атаку вот к примеру здесь он нанес только одну атаку опять только одну атаку 5 только одну поэтому если вы много вот так вот контролируете зилка своего вы можете помешать ему нанести две атаки ну и собственно дпс режется в два раза в эту секунду вот принципе из контроля зилка опять же то же самое следует старайтесь просто-напросто когда вы контролируете давать ему носить две атаки тогда вы сможете побеждать вот сталкеры сталкеры ими все просто чтобы микрица сталкеров вам нужно всего-то навсего тех сталкеров которых меньше жизни а блин кивать назад когда у них естественно выучен блин мы нажимаем блин нажимаем назад и таким образом наши сталкеры переживают намного больше атак желательно жать когда у вас заканчиваются щиты тогда он выживет с большей вероятностью установить щиты и будет жив вот но опять же из фишек сталкеров как ими например быстро запрыгнуть на рампу если их немного как в данном примере они запрыгнут если вы им просто прикажете но если их например вот столько они могут не поместиться какой-то точки и прыгнуть не все на то есть по разным причинам бывает вот те которые мне хватает рейнджа могут не допрыгнуть то есть если было бы чуть чуть больше либо другая карта была как сделать чтобы они всегда запрыгивали научитесь делать так правый клик держим shift blink вверх правый клик вот то есть таким образом сталкеры будут идти в нужное место и блин каться то есть правый shift держим нажимаем blink нажимаем идти наверх они все начинают запрыгивать сразу идут тут мы их выбираем нажимаем и клик полезный трюк сталкерами можно разминировать мины для этого надо момент когда она стреляет нажать blink и прыгнуть тогда урона не нанесется никакого но если в этот момент рядом с вами стоят еще какие-то юнит то сплэш будет то есть по ним сплэш есть он полностью жив точно по такой же схеме работают атаки дальнего дистанции они летят как патроны если в момент выстрела патрона вы вернетесь вы не получаете атаку то есть вот так можно проигнорировать урон за сталкера ну и соответственно выжить в бою вот это особенно актуально например когда сталкер один на один дерется против мародера мародер должен выигрывать но если вы вернетесь от его атаки в момент когда вы свою наносите тогда вы сможете выиграть мародера ну вот здесь не получилось ну там могла быть такой момент как со сталкеров атаковать танки можно подойти конечно же момент когда он стреляет прыгнуть и начать его сразу бить и вроде бы все окей но наиболее лучший способ это к примеру классно использовать когда вы сталкерами идете пушить терра на вы знаете где танк вы примерно представляете его рейндж вы нажимаете а клик и вы сначала одного сталкера блинкаете в бок а потом с другими сталкерами добиваете танк так вы сэкономите намного больше щитов сэнтри начнем с форсфилда форсфилд если вы отступаете старайтесь кидать филды перед армией врага чтобы она не могла пробежать вперед если вы наступаете вам нужно если у вас сэнтри отдельно не выбраны выбрать сэнтри нажать move команду и накидать филдов за соперника тогда вы сделаете ему собственно за стеночку за ним если во время замеса соперник на вас атакуют и вы хотите поделить его армию на пополам то естественно надо делать вот такие филды по центру армии вы тогда отделяете можно собрать их в ловушку ну и собственно здесь расстрелять но самые эффективные филды во время драки это филды зигзагом то есть которые оставляют легкие дырки тогда соперники будут идти и они будут вот здесь вот клампиться получается маленькими группировками вот эта часть драться вообще не будет но все равно их юниты будут пытаться пойти именно через вот эти маленькие бороздки что вы создадите для них и они будут ну очень там еле-еле проходить потом кстати там легко создать стеночку и поделить на пополам армию если надо самая классная штука мало кто знает почему то что имморталы если их зажать филдами они не стреляют то есть вот если вы делаете такой момент вас иммортал никогда не сможет выстрелить это используется когда противник за иммортала начинает отступать вы просто его возле его же филдов вот так вот зажимаете двумя-тремя филдами и собственно он тогда зажимается и ну он этот иммортал стрелять не может то есть он не поломан если филды кончатся он естественно стрелять сразу же сможет тут багов никаких нету кроме как ну просто такой механики старкрафта вот что филдов нету он стреляет филды есть он не стреляет такая вот механика гвардиан шилд все понятно включили и желательно бегать правильной сентрой защищать свои войска чтобы он их накрывал и давал им выжить вот какие есть способности и иллюзии полезные архон самая танкующая иллюзия затем как бы она не наносит урон поэтому соперник может понять что это иллюзия а если мы делаем иллюзию иммортала то она тоже не наносит урон но как только вы ее бьете включается вот это вот скилл который работает и кстати жрет реально урон то есть иммортал тоже хорошо танкует это раз а два это хоть он уроны не наносит но он засветился он привлекает внимание и соперник может начать его пытаться убить хоть и иллюзия вот из полезных опять же колосс дает видимость хай граунда и имеет достаточно высокий там рейндж как бы он не полезет если вы нажмете в два клик как например вот если феникс нажимаете в два клик они улетают там куда-то то колосс останется будет давать вам вижен и если вам надо какая-то прям штука чтобы разминировать побольше мин или еще чего-то тогда лучше всего пробки потому что их призывается сразу по четыре штуки либо на крайний случай зилки потому что они больше похожи на боевых юнитов их призывается по два адепт что надо уметь делать за адепта нужно знать что когда вы кидаете тень сейчас тень будет продолжать ваши приказы то есть вы можете ее отдельно выбрать и она будет получать приказ то есть если вы нажали ей допустим там пойти туда то она продолжит собственно следовать вот по вот этому маршруту даже когда адепт появится то есть это полезно когда вы масс адептами пытаетесь разводить соперника обязательно тянем давайте вот такие shift команды вот так же если научиться можно научиться убивать мины это кидаете теньку и в момент когда где-то на буковке d не на буковке е вот тут у вас идет кулдаун тени вы подходите к мини и начинаете бегать по ее радиусу если все получится хорошо тогда она выстрелит и вы ее разминируете то есть точно так же адепты выворачиваются от любых дальних атак естественно предугадать прям дальнюю атаку невозможно но во время боя то есть адептами стоит все равно знать что вы можете увернуться и постоянно кидать тени чтобы даже во время боя просто в момент вашего телепорта вернуться от дальней атаки хай темплары если вы до сих пор не настроили рэпид файер то рекомендую вам это сделать потому что через рэпид файер фидбэком очень удобно стрелять вы просто держите кнопку и вот так вот все уничтожаете то есть в реально во время боя где к примеру вот такая вот на вас группировкой бежит вам может быть очень тяжело отбиваться но кидайте шторм раскидывайте вот так рэпид файером и в принципе уже неплохо вы убили всю ману на медиваках вы убили всех абсолютно гастов которые были в этой группировке хотя было всего четыре темплара пять пять темпларов против 35 лимита террена то есть и они неплохо сражались вот то есть рэпид файер он стреляет очень быстро в точку куда указан указывает ваш указатель призма призма надо знать лишь как работает дроп дроп высаживает юнита и он всегда смотрит туда куда смотрит призма это тоже важно понимать что если вы к примеру деретесь имморталы на имморталы и не крите призмой то если вы высаживаете своего иммортала спиной а соперник вам лицом то имморталу разворачиваться не придется от соперника видите он делает такую полуповорот своего верхней части туловища и он будет по вам стрелять чаще вот в остальном нужно знать что если у вас призма на патруле и вы нажимаете дроп кнопку дропа и на призму она начинает скидывать юнитов которые их ну прям на ходу и продолжает свой патруль то же самое если она куда-то идет вы нажимаете дроп она закончит свое следование юниты выпадут по дороге и так лучше делать всегда потому что призма есть анимация ускорения и замедления то есть она ускоряется едет со скоростью и замедляется перед этой точкой если заметите поэтому вот если вы будете забирать к примеру имморталов сейчас мы сделаем такую штуку вот то есть мы берем две призмы делаем две высадки то анимация замедления будет реально стопорить ваш подъем юнитов сейчас вот для примера мы получается возьмем этих двух а этих двух засадим вручную как видите она издалека начинает их пытаться взять вот наверно на одной призме будет легче показать то есть если мы нажимаем на двух имморталов по очереди взять она замедляется и потом только их берет после замедления так вы можете не успеть спасти юнитов поэтому лучше знать рейндж который вы можете забрать и не замедляясь их подымать то есть либо призмой кликнуть по ним руками потому что даже если вы близко она еще может замедлиться и не забрать юнитов вот и собственно чтобы потренировать призму рекомендую вот опять же на этой карте отправлять ее в какую-то сторону скидывать и успевать поднять кстати если вы подымаете она останавливается вот это тоже важно знать то есть если она куда-то идет и вы нажали поднять все это у нее стоп команда поэтому чтобы летать бесконечно надо после каждого подъема нажимать еще мув команду куда-то то есть она должна постоянно летать у вас на муве куда-то и вы должны в принципе жонглировать вот так вот вашими юнитами так как у призмы есть рейндж не забывайте что она может спокойно выступать в роли какой-то лесенки то есть вы ее ставите где-то на рампе куда ваши юниты не могут зайти прыгают и собственно поднимаются наверх когда вы их высаживаете остальные юниты в принципе что иммортал что колосс что дизаптер что феникс большего достаточно простые то есть это просто юниты которые дерутся единственное что фениксы опять же рекомендую настроить репид файр и наверное такой секретик который может быть не все знают это то что фениксы могут поднимать не только вражеских но и своих юнитов то есть если ваш иммортал в опасности вы можете его поднять и спасти например от зерлингов которые на него нападают то есть это вполне ну рабочий трюк если у вас есть имморталы и фениксы вот а вот про оракла мы немножко остановимся конечно же ораклы они тоже имеют вот как и призма свои замедление ускорения они весьма чувствуется поэтому за ораклов стоит включить к примеру ту же пустую карту включить допустим филд включить себе ораклов и наделать каких нибудь там рабов раскидать их и научиться за ораклов летать так чтобы они не останавливались и постоянно били потому что это вроде выглядит вроде бы легко но вот если это делать очень быстро они не будут успевать ударить то есть для этого нужно обычно выбирать прям точную цель и знать очень четкий тайминг в какой момент нужно нажать move чтобы не пропустить атаку потому что если вы будете пропускать атаку обычно у вас летают два оракла они не убивают моментально поэтому вам нужно в одного и того же юнита наносить две точные атаки вот поэтому важный скил на самом деле уметь летать и стрелять постоянно вот ну и базовая позиционка то есть в целом процессы в плане позиционки достаточно простые нужно лишь в принципе понимать как легко и быстро вот эту армию поставить в правильную ротацию чтобы у вас все юниты были в правильных местах для этого нужно уметь пользоваться shift то есть что делает shift он убирает какого-то юнита внизу из командной карты то есть вот у нас выбрано три юнита вот я нажимаю shift кликаю на архон а он убран и то же самое работает с control на группу юнитов то есть у нас два архона я нажимаю ctrl shift нажимаю они пропадают соответственно чтобы эту всю группировку мне распределить в правильные места мне нужно поставить к примеру правый клик shift control по зилкам правый клик shift control по сталкерам правый клик shift control по всем остальным все все у меня разошлись контрольная группа есть один собрались все красиво стоит то есть зилки побегут вперед танковать за ними будут танковать архоны и сталкеры immortal и дпс единственное что чтобы в старкрафте драться эффективно вам нужно чтобы ваши юниты создавали полукруг вокруг армии соперника либо вообще со всех сторон атаковали да то есть если мы стоим так тут должна быть армия соперника чтобы каждый наш юнит мог атаковать потому что если они сформируют не полукруг а наоборот выгнутую такую историю тогда у нас получается что сейчас мы допустим сделаем что-то такое к примеру и вот сталкеры дерутся вот с этой армией зилков и вот зилки будут драться как бы все если они дальние бой а сталкеры которые где-то здесь еще дополнительные швинты они драться вообще не будут то есть они будут пропускать атаки это плохо вот соответственно как грамотно быстро стать широким фронтом самый простой способ это сделать вот такой бокс на армию сделать еще бокс на армию нажать один на клик ваши юниты сами пойдут и станут в правильной позиционке вот на этом собственно все наши микро штучки за протаса закончены и рекомендую вам ознакомиться со следующими видео которые скоро выйдут либо уже вышли смотря когда вы смотрите этот ролик где мы разберем каждый матчап протаса вот не забывайте поставить лайки с вами был тед спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из десяти шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был тед а